здравствуйте друзья у нас сегодня в офисе анна из далекого техаса а ныне она уже как бы местная с детками и муж к ней присоединился даже вы все вместе и у вас там я напомню ребятам гюзаль которая приехала из казахстана она бебиситит значит деточек так что вот такие значит связи плюс анна у нас работает в гугле я правильно все расскажу на секретном проекте мы не рассказываем что лишнего болтать значит такой вопрос первый вот мы сейчас перед новым годом уже 20 какое сегодня число 23 23 до к рождеству дело идет значит собственно у нас час каникулы через пару часов начнутся группа закончится и будут каникулы так вот у меня такой рождественский можно сказать вопрос вы у нас как представитель американского народа только беленькая глазки голубые из техаса в общем вы будете у нас за за америку в ответе за базар будете отвечать как американцы встречают крисмас вот с точки зрения может быть чего-то такого что ребята могут перенять например сготовить чего-нибудь или ну вот что например есть какая-то традиционная крисмасовская вот еда вот американский аналог оливье ну значит насколько я знаю да поскольку на тэнксгивен они готовят тёрки индюшку то на крисмас обычно принято готовить бичинку варят или что коптят и она уже полуприготовленная идет в магазине и просто распаковываешь соваешь в печку на два часа и там еще лет не бывает такой хами с чем-то там подлив а я вот видел например есть такие пилочки вот значит как бензопила для деревьев так такая на тоненькая и вот и вичинку вот так вот режет бензы бензопильного у нас есть такая бензопилочка есть да американцы от сети ну что действительно позволяет так тонко отрезать или что аккуратненькие кусочки получаются и индюшку тоже не можно ну хорошо но вот когда вы режете эту ветчину она что прямо так кусок взял и съел или нам картошечка пюре к ней картошечка пюре конечно же потом есть такое блюдо как green beans casserole green beans это я понял это зеленые бобы в стручках а дальше что кассерол а там туда добавляешь крем в машину это это такой грибной куда туда прям в green beans как подливка получают грибочки да и french onion шампиньончики шампиньончики french onions это такие французский лучок но подождите но это сухой да да сухой сухой да он дает аромат хороший такой вкус дает такой хрустящий это такое американское на christmas а вот это как-то для них связано с самим с личностью иисуса или просто вот гуляем и все она зависит в какой семье во первых если но с ваш муж республиканец такой ярый как он к иисусу естественно если он ходит в церковь каждое воскресенье так конечно christmas это все ходит связано я правда не так от него не добилась что же причем же там санта клаус и все остальное это не связано подождите минуточку но он вот ходит в церковь он какой у вас динаминации баптист какой он никакой динаминации он динамина но как они вообще ну прям вот верит вот как-то вот реально так верит там или просто он придерживается каких-то этических убеждений реально как все американцы они не росли на этом но нет такого что вот как в район на руси то вот крест там наложил и там нет такого нет нет просто беря не выросли с этим кредитах это если чем о каш это кстати нельзя делать нельзя делать это свою упоминать хотя вот поэтому и говорят гаша не как-то заменяешь одну букву и типа ты не очень не очень то и зло употребляешь ну хорошо теперь вот это вот традиция или только в кино такое вот на на christmas такой family reunion там братья сестры там съезжаются давно не виделись вот мы пока жили в аризоне поскольку там у него вся семья так и так и делали на thanksgiving сначала собирались и потом вот на christmas но обычно собираются на christmas eve мы изменили это дело и собирались на christmas day обычно то есть вы собирались уже 24 25 уже когда утром все проснулись слушать а вот этот манера с елками ну-ка расскажите как они с елками обходятся а как они сил ну вот когда они покупают и когда выбрасывают а да ну вот покупают начало декабря приблизительно некоторые даже на стендиски венужу устанавливать кому не втерпе дома то есть не то что за день до не не за нет мы обычно ждем пока день рождения у дочки пройдет чтобы не смешивать вопрос когда не 3 декабря поэтому как только мы его отпраздновали мы сразу идем за елкой но вы едете за искусственные люди или натуральный в этом году сделали исключение поскольку мы все в переездах и у нас все в сторидже так пришлось купить натуральный я вообще против жалко жалко но в этом году мы сделали исключение отличная елка кстати красивая конечно и пахнет вкусно пахнет хорошо ну детки рады вообще конечно они вот реально у санты что-то просят так санта там ты мне это пришли ты это мы сходили специально мол в каждом моле сидит санта-клаус ты с ним делаешь фотографию и он у детей спрашивает там что тебе что тебе принести но они так всерьез конечно но вы знаете что принести там деткам а ну так мы же подготавливаем конечно хорошо вот новый год как сам по себе вы знаете в нью-йорке собираются толпы да вот этот шар опускается там да и там полно народу это может там триста тысяч полмиллиона сколько их там на этой площади вот вообще вот в техасе например есть понятие новый год или или есть только крисмас только крисмас вообще никак я кое-как уговорила мужа на шампанское то есть в прошлые годы на новый год детей спать уложим выпьем бокалечку шампанского у меня уже и на боковой организм требует вы ему скажите как он ведь как он есть человек верующий вы скажите мало отметить день рождения христа давай отметим его где него обрезание как раз вот да вот оранжи весь христианский мир праздновал именно вот все обрезание то они потом сместились на день рождества крестоносцы когда походы ходили они как тогда еще праздновать день обрезать он как человек верующий может быть и заинтересуется Он заинтересуется, да. Вот, вы ему скажите. Мне такая мысль в голову не приходила. Так, хорошо. Так, всё-таки вы выросли в Кургане. Я выросла в Казахстане. В Казахстане, а в Курган потом поехали. Вот там, где вы жили, в Кургане, в Казахстане, вот какая-то была традиция встречать Новый год или Рождество, или то, или другое? Вот в сравнении, допустим, в чём фундаментальная разница? Или в количестве выпитого, я не знаю, в хороводе, в подарках, ну в чём? Ну вот, в Казахстане, наверное, или в России вообще в целом, принято как-то вот сесть за стол, все вместе. Семейное такое. И часа на два не выйти из-за стола. Так. А здесь разница в том, что, во-первых, как-то это всё... То есть да, люди всё равно садятся за стол, но это недолго. То есть поел, встал и всё. И обычно это одна тарелочка, там, то, что ты себе набрал, там, по чуть-чуть. То есть не наедаются? Это все вот эти салаты наготовленные, они не стоят на столе, они стоят где-то в сторонке, то есть ты подошёл себе, там, положил чего-то, сел за стол, поел и встал, всё. И куда пошёл? Всё застолье. А остальное всё происходит обычно в family room, там, где-то, где можно присесть. А вот, может быть, президент выступает по телевидению, и они все сидят, слушают президента, а потом раз, по рюмке, нет? Это вообще из области нереально. Нереально, вот так. Но они смотрят телевизор в этот момент? Вот как они знают, что пора чокаться там или... Ну, поскольку в его семье есть любители футбола, то, да, телевизор смотрят футбол. В новогоднюю, в рождественскую ночь? Это обычно рождественский день, да. Там идёт какая-то финальная игра, суперфинальная, я даже не знаю. Я тоже не знаю. Поэтому, вот. Я вообще тоже начала футбол смотреть. На самом деле, интересно, когда выучишь все эти правила, становится интересно смотреть футбол, да. То есть, вы советуете ребятам в Казахстане, там, в Кургане ознакомиться с правилами и тоже посмотрёте. Ну, почему нет? На Ютьюбе там есть наверняка. Ну, наверняка. Но это не наш, не Сакар, а именно футбол. Ну, да, да, американский такой. То есть, это, наверное, помогает с изучением какой-то лексики английского языка. Ну, уж не знаю. Там, в общем, вряд ли. Баллический жаргон. Честно, вряд ли. Ну, что же. Хорошо, ладно. Давайте мы вот что сделаем. Вы тогда от имени американской общественности поздравьте наших зрителей с Рождеством. Ну, и я с вами тоже, я вот вижу себя в этом окошечке. Вот я тут в окошечке. Вот я могу сказать всем привет. Вот. И мы с вами тогда поздравим народ с Рождеством от имени и по поручению. Ну, что же, дорогие друзья, тогда от имени Михаила Портнова и по поручению его же. Мы всех вас поздравляем с Рождеством. Я думаю, что вы все-таки от имени американского народа, а по моему поручению. Хорошо. От имени американского народа. Так. По поручению великолепного Михаила Портнова, который меняет жизни людей в лучшую сторону. Мы вас поздравляем и желаем вам, чтобы избрались все ваши желания. С Новым Годом. Что вы задумали в Новом Году. Ура. Хотя, это получилось больше новогоднее, чем Рождество. Да, у нас, к сожалению, выпить тут нечего. Так мы сидим, можно сказать, по-сухому поздравляем. Вот чайком так вот переложили и все. Ну, все, ребята, тогда с Новым Годом. С Новым Годом. Я извиняюсь, с Рождеством. С Рождеством. Да, мы впутаемся немножко. С Рождеством.